Привет, друг! Меня зовут Маша. Рада видеть тебя. И это уже пятый день моего книжного предновогоднего марафона. Уху! Я справилась! На самом деле, пять дней непрерывного чтения и съемок – это довольно сложно для меня. Но вот я на финишной прямой, так что заваривай себе самый вкусный чай и приступим. Эти дни оказались настолько сложными и насыщенными для меня в плане эмоций и тех мероприятий, которые я организовала для себя, что я даже сама не ожидала, что все так получится. И книги были подобраны, я не знаю, одна лучше другой. Классика, фэнтези, пробирающая до мурашек, потом детектив. От него я ничего не ждала, но это оказалась та атмосфера, которую я хотела получить от этого марафона. Сказка Джоан Роулинг, к которой я отнеслась довольно скептически. Вообще, в этот марафон книга попала совершенно случайно в последний момент. А в итоге у автора опять получилось удивить меня. И я относилась скептически к этой истории. Когда я начинала читать, мне показалось, что это просто банальность и это плагиат на Пиксар. Но нет, нет. Одна из лучших книг, кстати, этого года, я думаю. Но сегодня что-то попроще. Записная книжка Дэши и Лили. В прошлом году я смотрела сериал, и это такой сериал «Фисташка». Его очень приятно было смотреть и забыть про него. Сюжет банальный. Немножечко любви, подростки, Рождество в Нью-Йорке. И от этой книги я жду что-то в этом же духе. Просто настроение. Ничего больше. Настроение Рождества в Нью-Йорке. Хочется вот этих небоскребов, огней, нарядных улиц, шума, музыки, колядок. Да что еще? Ничего не знаю. Хочется легкости. Вот когда ты на новогодних праздниках ложишься перед телевизором, включаешь какое-то простое, легкое кино, которое не заставило бы тебя сильно напрягать голову. Иногда хочется классики, чего-то проверенного. Но иногда хочется чего-то приятного, легкого, неизвестного. Вот это такая книга. Я надеюсь, она такой будет. Легкая, уже известная правда. Я помню сюжет. Он такой банальный, незаурядный. Но на самом деле тут есть интересные идеи. Но больше всего именно хочется какого-то настроения, легкости и праздника. Финально. Чтобы не греть голову над сюжетом. Я тут глянула. Читать тут практически нечего даже для меня по объему. И еще какие мероприятия на сегодня. Сейчас я наконец-то пойду на почту. Я туда дойду. Там уже несколько дней ждет меня подарок от Тайного Санты. Он лежит там. Я не знаю, уже, наверное, неделю. Я не могу дойти и забрать его сначала. Потому что я решила, что если я заберу его раньше, чем начну снимать эти видео, я же не дотерплю и распакую. А потом нас так занесло снегом за эти дни, что мне уже не хочется идти на почту. И я все надеялась, что я туда съезжу. Но у меня не сложилось. Поэтому сейчас все-таки нужно собраться и сходить. И, конечно же, я все распакую здесь вместе с тобой. Ну а вечером я думаю, что сварю себе наконец-то праздничный Глентвейн и отмечу завершение этого марафона. Я думаю, что заслужила, потому что работа блогеров – это тяжелый труд. И я, когда снимала все эти дни, планировала, что, когда. Да, но это серьезное испытание для меня. И нужно побаловать себя чем-нибудь. В общем, Глентвейн – подходящий вариант. Я сижу, грущу, и все из-за вот этой книги, которую я начала читать. И только сегодня я подумала, как же здорово. Я подобрала все книги для этого марафона. Они создали мне настроение, удивили меня, оказались в каких-то моментах неожиданностью в хорошем плане. И тут я начинаю читать вот это. Чтобы было понятно, я не ждала какого-то сложного языка. Нет, у меня нет никаких претензий к языку. Я не думала, что это будет очень сложный сюжет. Тем более, что я его уже знала из сериала. Мне не хотелось увидеть каких-то глубоко прописанных персонажей. Забудем об этом. Подростки, ладно, Нью-Йорк. Все, хорошо. Но настроение Рождества. Где оно? Я прочитала уже половину книги. Да. И она такая же унылая, как один из героев этой книги. Но на самом деле, как оба этих героев. Лили, девочка-подросток, остается на Рождество одна. И, чтобы не праздновать совершенно в одиночестве, она оставляет свою записную книжку в книжном супермаркете в Нью-Йорке. Огромный книжный супермаркет. И там ее находит Дэш. С помощью этой записной книжки ребята общаются. И здесь хотелось бы отметить небольшой плюс. Я не помню, как в сериале, но здесь чувствуется, что эта записная книжка становится для них именно способом выразить свои мысли и чувства, которые они не могут высказать в жизни. Это способность выговориться, возможность найти свою вторую половину, родственную душу, которая тебя выслушает с помощью этой записной книжки. Это очень здорово, идея отличная. Я не помню, чтобы так хорошо это чувствовалось в сериале. Там это было и неважно. Там был праздник. Здесь праздника нет, но идея классная. Это можно было бы глубже, интереснее развить. Но перед авторами не стояла такая задача. И, пожалуй, плюсы на этом заканчиваются, потому что Лили, которая любит Рождество, очень сильно. Очень унылая и неприятная девочка. Иногда она очень странно себя ведёт. Незнакомый человек делает ей комплимент, говорит, что она хорошо, интересно одета, на что Лили в ответ хамит. Подростки, Нью-Йорк, но всё равно должно быть какое-то обоснование вот этого поведения, этой дерзости, грубости, с чего. Дэш вообще унылый, депрессивный, тошнотик. Но, в принципе, тут понятно, почему он такой. Он и не скрывает, что он не любит Рождество. Он всегда ведёт себя подобным образом в этот период времени. Но не настолько же. Ну ладно. Возможно и настолько. Ну, его ничто не разбавляет. В сериале Лили очень хорошо разбавляла вот эту депрессивность Дэша. И там было как-то веселее всё. Была музыка, были огни. Здесь нет никаких описаний. Никаких огней Нью-Йорка. Никаких песен, никакой музыки, текстов, не знаю, отсылок хоть на что-то, чтобы я захотелось залезть в Гугл и посмотреть, что это за песня. Добавить её в свой плейлист, включить фоном, послушать. Я люблю, когда такое делают. И это был бы идеальный вариант для этой книги. Когда ты включаешь фоном песни, о которых идёт речь, слушаешь, читаешь. Ничего этого здесь нет. Хотя здесь упоминаются какие-то актёры, личности голливудские, которые я по именам очень плохо ориентируюсь, запоминаю. Я даже гуглить не стала, кто это. Имена вроде знакомые, но от того, что я их не вспомнила, мне ни холодно, ни жарко. В общем, грустно очень. Я не знаю, дочитывать ли мне эту книгу или нет. Ну, сейчас я пойду на почту. Нужно же как-то себе поднимать настроение. Может быть, хотя бы подарок, который я там наконец-то получу, поднимет мне его. Потому что это... Что это? Ну что же, я решила распаковывать свой подарочек в костюме Деда Мороза. Костюма Снегурочки у меня нет, поэтому вот так. Честно говоря, в нём очень жарко. Я не представляю, досижу ли до конца в нём. Вот такой вот мешочек ждал меня на почте. Исходя из адреса, несмотря на то, что это Тайный Санта, пришёл он от Маши с канала «Унесённые книгами». Пошуршала немного. Маша, я не ожидала, что это будет такого объёма. Я боюсь даже представить, что там такого размера может быть. Я с почты шла реально как настоящий Дед Мороз с этим мешком наперевес. Очень волнуюсь. Так волнительно. Распечатываем. Мой подарок в роли Тайного Санты был намного меньше. Поэтому мне немного неудобно. Буду с закрытым глазом. Это что-то розовенькое. Это что-то розовенькое. Наверное, это полотенчика. Так. Полотенчика розовенькое. Пупырки. Наверное, это полотенчика. Она мягенькая. Может, это пледик. Так. Это очень неожиданно. Это пледик. Ой, такой вообще воздушный. Прям... Ой, прелесть. Еще Маша. Так красиво мне все... Он очень мягкий. Такой... Он прям невесомый. Пушистик. Классный. Я люблю такие штуки. Просто обожаю. Так. Дальше. Что это? Тут открыточка. Наверное. Аккуратненько сейчас. Это... Мне кажется, что это настольная игра. По весу. И потому что тут что-то шуршит. Аккуратненько все отрезать. Маша прям так запаковала. О, я порвала. Ммм... Ммм... Немножко. Открыточка. Ух ты. И какая красота! Я это поближе всё сниму. Но эти открытки, они сами по себе очень красивые. А сзади они... Маш, ты сама это делала? Они так украшены. Это просто вообще нечто. Это от руки здесь прям мастерство скраббукинга. Для меня это вот всё. Это же надо вырезать все эти маленькие детали. Вообще я никогда не получала таких красивых открыток. Потрясающе. Просто вообще. Надо будет обязательно покрупнее снять. А здесь, здесь, здесь. Это просто испытание какое-то. Но я думаю, что там настольная игра. Ну что ж там такое-то. Давай распечатывайся. Сопротивление. Сопротивление. Но это всё больше и больше похоже на настольную игру. Сопротивление. Включает дополнение закулисные войны. Да, это настольная игра. Суровая какая-то стрелялка. У меня дети обожают всякие неожиданные новые настольные игры. Прикольно, Маш. Вообще неожиданно. Очень неожиданно. Ладно, будем с этим разбираться. Так, туда положу. Или нет, или сюда положу. Так. Открыточки не видно. Но это какой-то гигантский подарок. Календарик, наверное. Нет, это что-то очень экзотичное. Маш, мне так неудобно. Такой подарок какой-то гигантский. Просто столько всего в нём. Всё. О, это календарик всё-таки. Календарик. С моей любимой художницей, которая рисует кошек. Тут столько вывалилось ещё. Я обожаю эту художницу, Марию Павлову. У меня есть несколько книжек с её иллюстрациями. И вот этот вот котик, который иллюстрирует январь, как раз на обложке одной из книг про котёнка, который потерялся на Новый год и потом нашёл себе новый дом в квартире, где жил Рыжий Кот большой. Я обожаю эту художницу. Сейчас покажу. Вот. Такая красота. Она делает рисунки своей картины. Простите. Маслом. Я под таким впечатлением. Просто коты. Моя любимая художница. Масло. Календарь, который вообще всегда теперь будет стоять на моём столе. Это такая нужная вещь. Главное, чтобы дети не утащили. Так, ладно. Потом я её аккуратненько поставлю. Вот такие чудо магнитные закладки. Прям тоже красотища. Я знаю, мне придётся делиться вот этими девчонками. Меня замучили. Когда? Когда ты всё это будешь распечатывать? Вот очень актуальная штука. Клеевые стикеры, которые помогают делать всякие закладки в книгах на нужных местах, когда читаешь. Спасибо. Прям большое-большое. Так, ладно. Тут просто такой толстячочек. Неужели ещё открытки? Потому что после вот этого ещё настольная игра. Прям на новогодних праздниках новые настолочки. Это то, что надо. Ещё на хорошее количество игроков прям можно большой компанией поиграть. Я надеюсь, это всё не очень громко шуршало. Смерть археолога. Ой, это прикольная должна быть карточная игра. Удобно, что вот такие вот маленькие коробочки, их можно брать с собой куда-то в дорогу. В машине даже дети играют такими штуками. Супер. Мне почему-то кажется, что вот это вот прям будет сейчас очень-очень что-то интересное, красивое. Руки немного трясутся. Потому что после вот этих открыток здесь должно быть что-то... Ну, давай же, не хочу порвать тебя. Эй, эй, я не порвала. Это очень красивые открытки. Новогодние. Они сказочные. Они волшебные. Они какие-то авторские. Своя атмосфера. Видимо, какое-то издательство или какой-то художник. Мне очень нравится вот это с поездом. Восторг. Этот кот похож на кота по имени... Кот по имени Боб. Не знаю, очень напоминает. Напоминает поезд. Так все красиво. Щелкунчик. Тоже придется делиться, я знаю, с детьми. Так, все. Я начинаю немножко... мокнуть. Потому что все-таки для шубы у нас слишком тепло дома. Это книга. Но пока что я не знаю, что там. Я хотела сюрприз, потому что я довольно всеядный человек. И даже если вдруг мне что-то не понравится, я... Но это должно мне понравиться. Это не может мне не понравиться. Это исторический роман, потому что там написано сзади исторический роман. Маша! Я сейчас заплачу от счастья! Это единственная книга про Шарпа, которой меня не хватало на данный момент из всего, что вышло. И я несколько раз ее складывала в корзину и выкладывала, потому что сейчас немножко было не до покупки этой книги. Если бы я могла тебя обнять, я бы сейчас это сделала. Я... Я очень тронута, правда. Это... Это потрясающе. Спасибо огромное. Огромное. Это же... Это же... Корнелл. Мой любимый писатель. Книг просто... Это отличный подарок на Новый год. Маша, как ты догадалась? Как люди делают так? И тут еще... Офигеть! Просто офигеть! Я уже вижу, потому что пупырка прозрачная. Что тут? Еще две книги, и они просто чумовые. И одна из них, так же, как Корнелл, давно я уже практически заказала, потом раз, и не стала оформлять заказ, потому что было немножечко... Не до этой книги сейчас. Откуда ты знала? Джонатан Стрэндж, мистер Норл. Вы с Димой договорились, я знаю. Я чувствую. Это так запечатано, что просто... Нет, ну Корнелл, это вообще пушкет. Это какой-то неверо... Я ее в жизни никогда не видела, просто тоже очень-очень хотела прочитать эту книгу после обзора Димы с канала Уголов Каджи, там мне... Да и Лана тоже с канала Лана Лавбук. Очень хвалила. Маш, спасибо, я прям реально хотела эту книгу очень сильно. И тут еще что-то очень снежное, судя по обложке, но мне не знакомое, наверное. Сейчас посмотрим. Это же еще надо распечатать так, так запечатанное. Это я... Восхищаюсь просто. И вопрос, где столько пупырки взять? Столько подарков просто, я не знаю. Настоящий Новый год, серьезно. О, за северным ветром Екатерина Микачима. Ни о чем не говорит. Легенда о человеке, который стал бессмертным. Очень интересно. Самое то, наверное, вот как раз читайте в декабре. К вопросу о фэнтези, которое можно читать в декабрь, январь. Интересно, спасибо. Наш автор. Я всегда очень с интересом отношусь к нашим авторам, потому что я их мало читаю, к сожалению. И если мне присылают, скорее всего, это что-то проверенное или, наверное, Маша знает, что это за книга или слышала. Но я сейчас, конечно, напишу ей. Спасибо большое. Я уже второй раз принимаю участие в Тайном Санте. Если бы не микрофон, надо было бы снять шубу, потому что я, конечно, праздничная, но очень взмокшая от счастья, от волнения. Вот это классно. Я не знаю, я буду продолжать принимать участие в Тайном Санте. Это абсолютно точно. какой-то невероятный подарок. Честно, не ожидала. И нести его с почты было так здорово. И столько сюрпризов оказалось внутри. И дети обрадуются, потому что у них тут и закладки, и игры, и столько всего плед. Я думаю, что плед они утащат. еще ж надо книгу дочитать. Совсем нет настроения портить. Такой праздник Дэша мылили. Так, какие вообще Дэши и Лилии, когда тут такое происходит? Пока я распаковывала посылку, я торопилась. У нас уже очень пасмурный день. Было поздно. Я боялась, что не успею нормально снять. и не прочитала сразу вот эти великолепные открытки, которые привлекли мое внимание. Я заметила, что у них разный почерк. Но во время распаковки я оказалась, что этот невероятный подарок и мои эмоции я до сих пор просто не могу нормально их выразить. Он пришел сразу от двух чудесных фей из нашего книжного чата, которые настолько меня удивили. Во-первых, Маша, которая в этот раз вообще все организовывала. Если бы не она, может быть, и не было бы этого книжного Санты. И во-вторых, Ира. Я теперь, кстати, понимаю, откуда растут ноги у некоторых книг. Во всяком случае, мне кажется, что ну, я теперь понимаю, в общем, от кого, какая инициатива. И вот эти открыточки это как раз от девчонок, где они все объясняют, что они договорились и вдвоем сделали мне подарок на Новый год. нет слов. Серьезно, просто нет слов. Я так благодарна вам, девочки, за этот чудесный сюрприз, за эти эмоции. Вот это вот я, я правда прочитала ее. Видите, уже солнца вообще никакого нет, света никакого нет. Я уже потом, когда все закончила распаковывать, открыла, стала читать по открытке, такая, я такая вообще Дуся, я поняла свои косяки. Я написала Маше, Ире тоже написала, что я в распаковке вообще. Это было, ну это просто так классно там. И книги, я еще раз их покажу. Вот. вот это просто, вот это, вот это вопрос, вот вообще три раза я ее убирала, а потом снова она сейчас в моей корзине лежит. Ну вот этот раз я ей точно закажу, и вот была везучая пятница, я не заказала ее снова, потому что она же ну, подарки как бы на Новый год не себе заказывать. Ну это книжная часть этого подарка, она сумасшедше крутая, но и все остальные, кстати, плед уже вытащили, я думаю, что я его уже не увижу, как бы календарь не забрали. Но на самом деле больше всего моему сердцу дороги именно вот эти открытки, эти теплые слова, то, что девочки это придумали и так сделали. Красный конверт я оценила, да, я просто когда распаковываю, не могу сразу все как-то выразить адекватно. Ну что ж, подведем итог, наверное, относительно этой книги. Я не знаю, возможно, кому-то она может понравиться, но персонажей здесь никакие. Конец странный, сказать, что это история любви, я тоже не могу, потому что но влюбленность, да и влюбленности как бы нету, и праздника нету, и рассказать-то об этой книге почему-то нечего. Так как я сериал смотрела, у меня немножко все это в памяти сохранилось, и я уже заранее знала, что будет, но все-таки книга не совсем похожа на фильм, и из-за этого у меня воспоминания как-то все перемешались уже, и я четко почему-то не запомнила, что из этого было в книге, а что в фильме. Вот такой абсурд читала вот сегодня. но честно, я под конец уже так вот по диагонали невнимательная просто, чтобы уже как-то закрыть этот марафон. Книга странная. А, нет, здесь была одна песня есть, я ее отметила. I'm dreaming a white christmas. За всю книгу одна песня. А, тут даже ели рождественской не было. Вот эта ель, про которую, наверное, все знают, и еще благодаря одному дома во второй части, да, он бегал к этой ели в Нью-Йорке, и там они встретились с мамой. Даже ее не было. И дома у Лили не было рождественской ели, или я пропустила. В сериале я точно помню, что она одна ее затащила, и одна ее вставила. Мне как-то это впечатлило, потому что я не представляю, как такое большое дерево, девочка 16 лет могла бы затащить в дом самостоятельно. И мне это запомнилось. А в книге нет даже рождественской ели. ну что трудно было им что ли сюда вставить. Отношения Дэша со своей первой девушкой Софии в книге показаны намного лучше, проще, в чем-то, но в каких-то местах сложнее, интереснее, потому что в фильме ну совсем было не к селу. И финальная часть, она какая-то прям вообще очень ну слишком шаблонно все там у них по отношениям и то, что она там на уши ему приседала было странно, а в книге она нормально ему все объясняет и задает вопросы логичные. Нельзя сказать, что прям совсем все плохо, но из-за того, что не было настроения, атмосферы, то получается зачем вообще было это читать. Грустно. А я, между прочим, вторую еще купилась. Зачем? Вот как-то так. Вот такой был у меня пятидневный марафон, он был очень сложный, особенно вот этот сегодняшний какой-то странно сумбурный день, и вот эта финальная довольно темная часть, потому что сегодня нет цвета вообще на улице, и дома соответственно тоже его нет. Три часа дня? Серьезно? Ощущение, что ночь? Ну вот я с паковки снимала, было еще три часа дня, но сейчас уже совсем все плохо. И откладывать тоже не имело смысла. Завтра я бы досняла уже не такие эмоции были, да и все было бы уже неправильно. Но я справилась, я справилась, и это был отличный подарок, отличный марафон, несмотря на некоторые неприятности. Надеюсь, что у меня получилось как-то создать нужное настроение, атмосферу. Если вдруг не хватало праздника, может быть, эти видео помогли его добавить. Желаю тебе только красных эмоций от книг в новом году. Я не знаю, будут ли еще видео на канале в этом году, в следующем то обязательно, хотя одно видео я так еще и не успела смонтировать, оно лежало и ждало своего момента, оно уже давно лежит, уже скоро наверное будет месяц. Надо бы его конечно смонтировать. в общем не знаю, наверное в этом году видео уже я не успею какие-то сделать, так что можно сказать, что это финальное такое темное видео завершение этого книжного года, он был классный, благодаря вот этим замечательным людям, которые появились в моей жизни, с которыми можно вместе читать, обсуждать книги, делиться своими эмоциями, впечатлениями, подарками, да просто всем, и из-за этого просто какие-то мелочи, неприятности, темный кадр, пересветы, пересъемки, все это можно пережить, так же как вот такие книги, все это можно пережить. Очень надеюсь, что у тебя этот год был таким же ярким, интересным, запоминающимся. Давай пообщаемся в комментариях, что тебе больше всего запомнилось в книжном плане, вообще в плане каких-то эмоций, событий за этот прошедший год. Мне будет очень интересно поболтать с тобой об этом. Ну и давай подборочка книг Янка Далта с хорошей новогодней атмосферой, а не вот это вот все. Надеюсь увидит тебя в следующем году снова. До встречи! Субтитры 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 Субтитры